ребята всем привет на связи саша робинсон сегодня у нас прямой эфир он посвящен выставкам и выставкам необычным а почти бесплатным выставкам я знала всегда что они есть и очень часто бывает так что мы живя в россии возможно кто-то живет в украине и за других странах предыдущего снг и нам всегда кажется что вот есть та самая европа великобритания сша и все там очень дорого в плане представления своего творчества своих картин она так и есть что участие в каких-либо выставках даже сателлайтах которые проходят параллельно с там арт майами и так далее это действительно все очень дорого но есть выставки локальные которые организуются различными арт-сообществами арт-группами и они не такие дорогие и вот сегодня мы как раз таки с аней миклашевич вот она присоединяется их выставках я лишь хотела сказать что ты трушный художник оно так и есть и мне очень радостно от того что ты решила поделиться такой темой как выставки потому что я знаю что живя в европе великобритании я вам в этом плане завидую потому что вам как-то это ближе я не говорю что это вам легче потому что наличие времени она как и было у всех наличие времени которого почти нет но тем не менее вот давай начнем давай да сразу хочу сказать что мы сейчас про выставки поговорим но у нас уже сейчас снова намеки на то что будет все закрыто поэтому ну причем довольно сильно у нас до сих пор это все продолжается поэтому все равно эта тема очень сильно знаешь она как бы на перспективу в европе все на перспективу ты знаешь тут как бы тут же как маленькая улитка она едет уверенно и и и долго а я почему мне эта тема вообще возникла я подумала о надо точно об этом рассказать потому что значит тот случай когда пошел в магазин увидел что-то классное тебе не подходит то ты знаешь что есть люди которым это подойдет и вот этот тот формат которым я попробовала поучаствовать мне он не совсем подходит я объясню потом почему но это мне кажется классная тема для художников и для кого именно это важно сказать для тех кто начинает у кого нету ну кто хочет каких-то международных выставок потому что мы понимаем что условно там сингуларт и арт-файндеры уже хотят этих слов не просто там средняя школа 15 да что-то другое и и сейчас в связи с вот этим вот мир настолько изменился в том смысле что есть этот бизнес арт-файндер сингуларт это бизнес реально и вот эти ребята которые сейчас делают супер коммерческие выставки это тоже бизнес я уже думаю может и нам этим заняться потому что там мне кажется что он просто на ровном месте ну это большой труд организационный но мы-то это можем потому что там никто не гарантирует за эти там 500 600 евро участие там квадратный метр или два что у тебя что какие-то будут продажи они даже не гарантирует что там будет трафик людей контакты да то есть никто как бы об этом абсолютно не говорит и я все время у меня же мозги работают и думаю ну какие же варианты могут быть но я не верю я просто знаю этих художников здесь я не верю что они все я для них уникальный человек который зарабатывает деньги на живописи и я думаю ну как они выставляются и я начала подкручивать я живу в столице а до этого я жила и в маленьком городе тоже и я наблюдаю что постоянно какой-то движ он то что называется тихой сапой то есть они не такие как бы как мы вот что мы хотим сейчас вот прям мне сейчас я хочу сейчас в октябре уже на артфайндер попасть поэтому не сейчас желательно уже все выставки сделать нет все медленно но она получается так что они не тратят практически ни копейки на это я начала наблюдать и парочки таких выставок я участвовала они подходят для вот этих начинающих художников которым нужно портфолио и классный международный опыт почему мы назвали с тобой бесплатные почти да потому что все равно есть затраты из серии это минимального какого-то взноса я об этом скажу и все-таки картину если ты хочешь физически выставить тебе надо ее физически доставить да вот да потому что в европе да я сейчас уже появились вот эти онлайн форматы но это так знаешь чисто мне кажется для тех кто хочет себе заполнить но онлайн ну я пока что-то совсем не верю может я древнюю знаешь я например верю в онлайн если это какой-нибудь са чарт вот да 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 вот этих онлайн студиос я в это верю а вот если это какая-то неизвестная организация не говорят типа ну вот онлайн мне кажется это больше сбор денег они реально я думаю что они не обманывают напрямую смысле они покажут работу вы кто будет смотреть он еще там директор уборщица и в принципе пришли художники да поэтому у меня просто есть засланный казачок в лондоне который ходит периодически по выставкам которые я прошу пойди на ту выставку на ту и и она говорит ну все твои там все твои на этих выставках все художники видно что там наш такие чуть-чуть обшарпаны чуть-чуть там разные то есть редкая выставка ну а получится вот эти вот мелкие которые мы сейчас поговорим их прям можно брать оптом за эти деньги но они требуют большой внимательности и копания потому что европа вот так если посмотреть ну не зря и называют старой да потому что здесь все она уже тысячу лет одинаковая то есть это те выставки которые знаешь вот они проходят в каждом городе то что ты сказала да локальные какие-то бенали в каждом практически городе есть вот это бенали какая-то выставка которая проходит каждый год в там в сентябре 15 сентября или там второе воскресенье сентября и и это выставки которые происходят в реально иногда даже классные галереи которые вот ну по нашим меркам бы за них платить огромные деньги я в такой галерее делала персональную выставку бесплатно просто за счет того что ты ну я здесь живу да но персональную понятно что вы не сделаете на стране и логистики вам никто не не поставит вас в очередь что вы не свой а вот поучаствовать в выставках которые тематические я сейчас расскажу какие они могут быть это классно и плюсы это то что это недорого то есть обычно такой-то членский взнос там типа 10 евро там 20 евро ну чисто потому что это какие-то организации обычно проводят типа союзов мелкие союзы художников и я вижу что там есть иностранцы то есть я даже когда там участвовала я участвовал уже как местная но я видела что есть люди которые реально присылают эти работы и конечно это трудно их найти потому что есть такие вот например словения достаточно хорошо английский язык тут каждый знает в любом магазине заходишь так ты разговариваешь с продавцом и она так чик сразу на английский переключилась а такие как например там франция италия у них все только на своем языке и поэтому я бы советовала художникам которые хотят начать искать выставки выбрать какую-то одну страну например францию перевести эти какие-то фразы про выставки и начать копать вплоть до того что на каких-то сайтах из серии вот у нас есть сайт словении там travel visit словения визит словения он английском но они часто бывают на английском визит словении визит там италии наверное визит франции я так думаю оно очень похоже все и на этих сайтах есть анонсы потому что если ты как иностранец приезжаешь они хотят чтобы ты пошел на эти выставки и там есть анонсы этих выставок и вы можете на них переходить и потом дальше это муторно это сразу я скажу что это время но какой есть плюс учитывая что вы затратите много времени эти выставки каждый год происходят то есть ты раскопаешь если ты с кем-то свяжешься из организатора и у вас состоится вот это то вы потом вплоть до того что вы будете каждый год пытаться участвовать вот я про тему отдельно сейчас расскажу то я поняла я не можно да конечно в плане что я поняла о чем ты говоришь действительно что скажем вот этот сайт либо информационный портал да ему выгодно чтобы у него была тусовка анонс различных мероприятий а те у кого мероприятие выгодно чтобы они их написали они здесь встречаются но чаще всего эти сайты они бесплатные ну плане они существуют от общины ну то есть от мониторитета то есть они привлекают туризм потому что практически вся европа она хорошо живет за счет туризма и поэтому они привлекают конечно же то есть этот сайт как правило это типа вот ну от местного от мэрии скажем знаешь но он более-менее у нас он современный да например и они это начать хотя бы с этого но дальше ну ты сама знаешь вот этот принцип когда ты хочешь узнать про как про что-то про живописи ты находишь каких-то людей в инстаграм смотришь на что они смотрят потом смотришь и ты уже там то есть ты уже так продвинулся ты уже не помнишь с кого ты начал ну да и таким образом можно по чуть-чуть это все сохраняя но я вам советую действовать по странам то есть не распыляться потому что можно сойти с ума ну то есть это сложно но вы так себе составите основные то есть начинайте со столиц ну я не знаю я бы начинала со столиц да потому что как бы любая выставка это все равно как бы про людей которые туда придут и чем больше город тем больше посетителей может да и будут могут быть туристы я не думаю что это сильно про продажи эти выставки прям сильно сомневаюсь потому что это чаще всего прям про тусовку про то что вот мы пообщались но вот эти вот биеннале они ну то есть выставки а есть биеннале биеннале там раз в год они собирают и вот на них местная это община муниципалитет они часто выкупают первые три места я таким образом участвовала в одном биеннале я не очень я не хотела попасть наоборот первые три места потому что они там выкупают у них по моему порог типа 500 евро а у меня тогда картины уже больше двух стоили и я думаю ну не хочу а там эти после попал все ты как бы взять эти деньги свою картину отдаешь она у них там висит и но я видела ребят которые но это не не только профессиональные художники просто есть творческие люди как именно наш артист такой который то есть она там дизайнер и например архитектор и тут она говорит а я в прошлом году выиграла нам говорит там знакомую я в прошлом году случайно я вообще не ожидала но там очень важно по теме участвовать то есть не просто что почему мне не подходит отправил что отправил да вот пишет биеннале раз два года ну наверное раз два года вам вне это имеется ввиду биеннале это которые биеннале в венеции проходят ну наверно да мы сейчас говорим про локальные выставки может быть и тут раз два года я участвовала один раз если честно я может быть я кажется невежда в этом поэтому не вот не вне принципиально но так вот я когда участвовала у них там была тема местный но часто это что-то местное то есть если вот у тебя например ну город твой там маленький какой-то у вас там какая-то природа часто они на природе зациклены или на архитектуре то есть для кого-то я себе прям выписала здесь для ребят которые пишут архитектуру пейзажа вот кто может знаешь так переключиться им легко я пишу портреты мне как бы вообще ну я выкрутил я хотела поучаствовать поэтому я нарисовала девочку которая в ну как бы в рамках этого пейзажа моего города где я жила и там я прям себя написала я написала историю что я сюда переехала вот и меня ну как бы я прошла этот отбор меня туда взяли поэтому но в целом особенно эти же города они старые чаще всего их прям приятно и красиво писать для тех кто это умеет ну кто на это заточен кому это не сильно мне кажется это классная тема это можно потом реально продавать если у вас вдруг это работа там вернулась или еще куда-то вы можете потом продавать эта история которая продается потом на условных арт-файндерах ну понятно да аня а вот наш какой вопрос а я например когда скажем помню ездила на артфейр в лондон и потом у меня знаешь как такой волной было что я искала то есть вот эти возможности выставиться я находил очень много таких выставок локальных опять же а когда какие-то ребята организовывали брали в аренду помещения там даже в центре лондона и они как бы продавали можно сказать как бы площади но это был совершенно другой бюджет но это было и все таки как бы не про такое как ты говоришь типа старая европа а именно такой было молодежный вайп то есть там была молодежь то есть это такая тусовка они звали там типа потусоваться то есть там какой-то алкоголь может быть они даже раздавали тоже алкоголь везде раздает но я имею ввиду что как бы это не так что типа вот почти музейный где-то краеведческий дом там нашего такого плана а именно такого тусовочного оно есть у вас такое тоже я думаю есть я не сильно прям специалист не могу сказать вот на примерах что я это видел словении где живут и два миллиона населения у нас самый большой город 250 тысяч то есть у нас как таковой но это есть конечно но это у нас даже есть современный музей современного искусства он реально знаешь там сделан из стекла очень крутой классный туда попасть хотел сказать через постель туда попасть через вот этих всех понимаешь обществом я должен член членов и в итоге там как бы ну то есть я даже туда не но я понимаю я говорю именно такое самоорганизационное что я думаю что это есть я уверена что это есть особенно в странах побольше по размеру потому что обычно это в таких знаешь побольше то что и про лондон лондоне сто процентов все есть я вообще думаю там сейчас это все закончится я туда буду смотреть в том направлении плане каких-то выставок понимаешь но туда надо для того чтобы все такими людьми познакомиться это это больше сотки да то есть ты не можешь такой типа я хочу с вами дружить но на расстоянии это про отношения и они очень часто я смотрю даже что они редко принимают я тут живу но я все равно иностранка для них то есть они как бы да окей они не против но по факту они все равно выставляют ну как бы сами у них есть свои все как бы я когда делала персональную выставку в итоге попала причем в классную модерновую галерею я сделала выставку причем ко мне пришло больше людей чем на других художников которые там были я была у них как новинка знаешь такая со своими портретами у всех пейзажей со своими портретами и мне потом сказал организатор что типа круто я говорю давайте следующую запланируем я же сейчас новые портреты на все он говорит ну где-то через два года подожди ну потому что очередь понимаешь вот а вот эти вот мелкие я бы советовала вот просто художником взять любую страну особенно те кто увлечены какой-то страной да это классно взять если любят например там италию и еще что-то там они должны знать много про эту страну и много знать и ну это интересно брать какую-то который тебе вообще не нравится ну смысле тебе писать и работы про это вот и взять и в том направлении начать копать то есть изучать эти местные сайты то есть первый подход это местные сайты и туда копать 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 ну что у нас например словения маленькая у нас у каждого города есть условный сайт визит любля на визит кран визит они маленькие ты туда захочешь праздник вина праздник там тут это все на сайте опубликовано но это один подход а второй подход я вот так думаю классно бы конечно знакомиться с тем кто там живет это вообще сложно и я бы советовала вам находить ну своих вот кто типа вот как я да кто и живет где-то в этих странах я вообще думала но блин у меня нет на это времени и но я думала уже знаешь если я вижу какие-то выставки ими делиться у меня сейчас нет еще десяти тысяч подписчиков в инстаграме это было бы легче знаешь ты кинул ссылку и все вот это вот думать вот а то есть как когда-то я думаю что я буду это делать же они мелькают перед глазами а мне оно вообще не подходит то есть я не буду в этом участвовать вот то есть но классно бы находить каких-то местных и хотя бы смотреть на их не stories какие-то анонсы которые я поняла да а вообще еще такой вот способ я помню когда тоже ездила на эту арт фейр я помню я целенаправленно пошла на следующий день когда у меня все закончилось гулять и все арт-центры арт-галерея а там какие-то например какая-то арт-галерея рядом с там я помню какая-то была площадь и там какой-то тоже было со сайте вот эти маринистов что ли и вот я помню все эти визитки я все набирала потому что я поняла если я сейчас могу я с ними общаюсь если я не могу я им напишу потом email и когда ты там на месте это намного все проще чем ты например там из-за условно в муроме и ты думаешь о господи так далеко да да у нас тоже сейчас есть вот эти выставки которые дорогие которые у нас пара организаций которые прямо поняли что это бизнес а все остальные будут идти по свои условно там 10 20 евро вот они будут ну как бы будут в этом ключе и работать и ты правильно сказала вот это но по сути сейчас уже все переходит в онлайн потому что благодаря пандемии очень многие даже информационные какие-то знаешь бывает в европе идешь там где-то какая-то будка информационная сейчас они даже это перевели в онлайн уже это все равно уже сейчас переводится и надо искать просто вот я точно знаю по италии потому что мы вот с мужем ездим на старты беговые туда и там все на итальянском ты просто ты не можешь вообще слова и я знаю что все эти сайты на итальянском поэтому google переводчик и только так но зато страна все-таки большая и там если начать копать вот то это вообще круто и если организовать эту особенно если сделать себе я вот так думаю себя это делала для себя я бы планировал какую-то весну или осень ну самая активность лето не стоит зима это может какие-то тематические christmas ярмарки вот куда-то но я бы как-то запланировала так чтобы это было подряд несколько чтобы вплоть до того чтобы эти картины пересылать знаешь вот с одного места другое но это конечно вообще было бы знаешь высший пилотаж понимаешь вообще ну это я так подумала это только переживание как я упакую эту картину слушай ну кто бы говорил ты вообще человек который свои картины с таможни не забирает ну да то есть тебе вообще как бы ну кладнокровность у тебя просто на высшем уровне поэтому тебе вообще нормально я имею ввиду понимаешь как бы да если у меня какие-то проблемы я могу не забрать а потому что ну как бы время оно ценнее а знаешь я недавно услышала такую фразу что ресурс денежный он не ограничен а ресурс временной ограничен это правда и я такая я тоже реально я вчера я вчера когда увидела у тебя гору глажки я подумал смысле ты что гладишь а не ты знаешь нет но я подумала это наверное просто ты картинку сделала ну потому что я сейчас у меня такой период когда я себе у меня такой наш идет отказ а то что у меня такое бизнес бизнес-бизнес, а у меня в голове, что всё-таки я такая мама, и у меня такой идёт отказ, и у меня уже всё приходит к тому, что у меня гора белья, у меня там, я просто как это, не то, что в грязи, но я понимаю, что я не успеваю убираться. В кизяках, в кизяках. Да, и я понимаю, что мне нужен человек, который мне будет приходить и убираться, но мне психологически пока это сложно. Я даже сегодня открыла интернет, и там у одной девчонки, блогера, она там пишет, я на ногтях, а пока у меня убрались и всё погладили. И я себе такая, знаешь, ищу подтверждение того, что это нормально. Ну, понимаешь, я и так в своём уровне, как белая ворона. Да-да-да. Ты элитка, элитка ты уже. Да, и если я ещё буду говорить, что у меня приходит женщина, мне всё убирает и всё выглаживает, то я скажу, за мной вообще никогда общаться не будет. Вот. Но на самом деле таких людей здесь достаточно. Просто, возможно, я с ними не общаюсь. Это было такое отступление. Это правильно? Вот. По поводу выставок, в общем, я... Да. Ну, а ещё, знаешь, идея какая-то, что можно, ну, даже у тебя же есть большое сообщество людей, можно даже вообще объединяться. А я хотела, я хотела на самом деле... То есть штурмовать, пусть соберётся сколько-то количества людей, давайте будем вместе. Значит, ты, значит, северный регион просматриваешь, ты южный. Мы потом объединяемся и вместе там пишем им письма и так далее. Но вот это на самом деле непросто, потому что наш российский менталитет, ну, как я знаю, русскоговорящий, он не очень френдли, к сожалению. Потому что я знаю, даже инстаграм, когда там ты ведёшь, иностранцы почему-то не проще на этот лайк ставят, чем русскоговорящие. И вот мне кажется, какая-то конкуренция, возможно, такой какой-то исторический момент. Но идея на самом деле классная, что как бы мы объединяемся и делаем вот этот ресерч, как бы, чтобы всем было как бы... Ну, экономить время, потому что время... Да, то, что ты говоришь, это правда. Я только вот сегодня загружу видео у себя на YouTube, вчера снимала про то, что... Ну, насколько вот этот ещё обсуждение друг друга происходит. И я сейчас никаких же курсов, ты знаешь, не веду, ничего такого, но я всё равно пересекаюсь с художниками, которые мне... Почему-то есть такая вот фишка вот эта, что на кого-то нужно что-то сказать. Да, да. Вот. И у меня настолько... Потому что я Швейцария по своей натуре, в принципе, живу только в Словении. И вот. И я как раз эту тему поднимала, потому что, ребята, мы наоборот, если мы вместе, то мы реально можем продвинуться. Потому что с нашим напором, я вот смотрю, даже здесь, ну, как бы, тот напор, который есть у нас, по сути, вот этот, он неугомонный. У нас, как говорится, у нас, ну, а с чем хуже, тем лучше, по сути. Ну, да, да. То есть как бы от этого бодрее становимся. Да, да, да. И вот этот напор, он, ну, на самом деле, дикий здесь для людей. То есть его надо приглушать даже в такой вот коммуникации. Но внутреннее, внутреннее, его, ну, нужно в себе держать, потому что это наша пробивная сила, тот менталитет, понимаешь? Но при этом, как бы, и когда вы будете писать письма, вот я хочу ребятам сказать, им, да, имейлы, чаще всего это имейлы вам придется писать. Надо понимать, что они далеко не сразу отвечают, и там через какую-то недельку надо вежливо писать еще раз. Потому что, ну, как бы, реально они, у них нету такого, если так, как это на русском сказать, у меня украинский и славянский. В общем, если сказать, объединить, да, вот, то, конечно, разные бывают люди, но если в целом, то они, они как бы, ну, не спешат, они могут прочитать ваши мейлы и подумать, что у них там, знаешь, 40 мест этих. Это же не то, что там, артфайнеры, которые бизнес. Эти люди, которые делают эти выставки, они, кроме зарплаты с городского этого, они ничего не получат. Поэтому они спокойны, они рады, они рады организовать, у них нормальная зарплата, но, ну, как бы, ну, не надо... Но я понимаю, у них нет коммерческой ориентированности. Нет. И они имут вашу... Для того, чтобы это, типа, это процесс, это выставить художника, чтобы локальные люди пришли и сказали, там, не знаю, Элизабет, ты такая прекрасная женщина, ты это организовала все. И у них выставки, я вот... Выставки все, ну, как бы, знаешь, вот если мы, вот я так думаю, ну, сейчас, мне кажется, даже в Киеве по-другому, я просто давно же уже не там, но в целом ты так думаешь, так, фуршет какой, кто что будет? Здесь все налажено, поскольку вино есть, винодельческие регионы, все. Это все, как, знаешь, как must have. Все это делается из-за выставки, выставки. Один поставщик, он все делает, все стабильно, всем все нравится, ни у кого никаких претензий, все просто счастливы. А еще мне нравится, когда в летнее или весеннее время делают такие выставки, когда немножечко с фуршетом на улице, знаешь, такой европейский город, эта галерея распахнута, и ты там смотришь картины, а фуршетик и музыка чуть-чуть на улице, ну, это вообще праздник. И мне кажется, что на таких выставках у них еще бывает, там, знаешь, полфотографа каких-то, но я бы там фотографировала все, потому что для меня это такой контент сумасшедший, знаешь. Ну, у них как бы это спокойно, так отчего? Ну, у них же Инстаграма еще половины нету, ну, как бы, потому что это необязательно. Еще момент, да, это очень важно. Как вас отмечу в Инстаграме? Да. Давай немножко подытожим. Подытожим. Давай. То есть, получается, что такие выставки есть, они в основном организуются локальными какими-то, как институциями, да, 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 союзами. Да. То есть, в основном, цель этих выставок это развлечение местного населения, либо туристов, да, которые приезжают туда. Поэтому они недорогие, и, как бы, возможно... Они финансируются из бюджета чаще всего или из Европейского Союза. Да. И вот здесь вот, мне кажется, важно сказать, чтобы был максимальный отклик по вашим письмам, когда вы пишете, ваша картина должна максимально подходить тематике. Потому что так, что, например, я со своими работами пишу, где хотят выставить пейзажи. Я говорю, возьмите меня, пожалуйста, я очень хочу. Да, да, да. Определенно, что это не подходит. Вот. То есть, вот это действительно очень важно. И в письме тоже нужно это показывать. Если вы про какой-то мелкий город, если вы прям скажете о том, что, ну, как бы, я там посмотрел... Я не был у вас, например, но я смотрел фотографии, мне, как бы, там нравится или еще что-то, то, ну, это подчеркивает то, почему вообще... Потому что для них странно, что иностранец. Ну, для них вообще странно, почему иностранцы, например, в эти мелкие города приезжают, да? Ну, типа, ну, мы такие мелкие, как вы нас нашли вообще? Но в целом, как бы, да, надо это подчеркивать и, ну, работать непосредственно на тему. Ну, быть умненьким с точки зрения мудрым, скажем, дальновидным. То есть, делать такой, тот же условно, пейзаж, который вам вы потом, если что, можете продать. Ну, безусловно, да. То есть, как бы, не уходить совсем в какую-то совсем локальную историю, которая никому не будет понятна, например. Да, да. И я бы начала, на самом деле, вот если бы я это делала, то я бы начинала с именно больших городов все-таки, а как бы не с маленьких, а с больших, потому что я уверена, в больших городах это тоже присутствует. Может быть, там конкуренция повыше, но здесь важно сказать, что большинство художников, например, там в России, они уверены, что, наверное, это вот типа Art Miami, а потом вот эти вот International Art Fairs, которые по всем этим, ну, таким основным, я вот сейчас не помню, как Affordable, да, по-моему, Affordable, что-то Art Fairs как-то они называются. То есть, в сознании большинства художников, что именно вот такой формат участия. И на эти локальные они не так сильно, как бы, ну, как бы рвутся, да, и как бы, ну, как подают свои эти application. Просто мы-то понимаем, те, кто смотрят немножко со стороны это все, что как и из больших, так и с маленьких выхлоп может быть примерно одинаковый. Да. На самом деле. А если у начинающего художника нет денег на какую-то дорогую выставку, просто то придется потратить свое время, но, возможно, это даже даст какой-то интересный experience, знаешь. Да, да, безусловно, безусловно. То есть, это нужно... Аня, скажи, а как быть с логистикой? То есть, получается, скорее всего, придется, ну, как бы, лично ехать на эту выставку. Я думаю, что это все можно отправлять, потому что у них, ну, например, у нас нормально работают DHL, там, и другие какие-то на доставку. То есть, у всех, у этих выставок, ну, как у всех, не могу сказать за все, но как правило, что я видела, у них есть какой-то условно, там, culture, какой-то культурная точка, какой-то дом, да, в центре где-то. Куда это все принимают? Они, например, говорят, с понедельника по воскресенью, у них с понедельника, например, начало, а предыдущая неделя, они неделю принимают картины. И, как правило, все, ты отправляешь, они туда доставляют, и все. То, что я видела, ну, то есть, как бы, это вообще без проблем. Ну, в любом случае, это очень хорошо подходит тем, кто живет в Европе, а таких у нас много, кто в Европе живет, вот, вам на заметку. Для тех, наверное, кто в России живет, это будет посложнее, потому что у нас, как бы, вот эти все DHL, они очень дорого стоят. Да, но ведь, извиняюсь, перебью, но если ты участвуешь в арт-Майами, тебе тоже туда отправлять картины. Ну, безусловно. Вот. Я не спорю. Да, то есть, это мы уже, это мы уже переходим на то, что, по сути, это, как бы, следующий шаг после средней школы 15. То есть, ну, ты уже навыставлялся у себя в райончике, да? Да. Где-то. И потом ты думаешь дальше. Я думаю, что, ну, я не знаю, но, наверное, условно там где-то в Москве или в Питере, в Киеве точно знаю, что эти выставки коммерчески уже стоят прилично. Да, ты их там какой-то локально нашей почте доставишь за недорого эти картины или лично привезешь, если ты в Киеве живешь. Но это все равно, это уже сотни долларов это стоит. Это уже, ну, нормальных этих, это выставки уже стоят. Да. И здесь важно сказать, что еще вот я сейчас подумала, что на такие выставки, вот, о которых ты говоришь, таких локальных, да, приходят вот эти вот тетушки и дядечки, которые чаще всего, как мне кажется, покупают работы на ArtFinder. Может быть, кстати. Да, может быть, кстати. То есть это такие уже состоявшиеся люди, которые, знаешь, особо никуда не бегут, у них есть свободная денежка, которую они готовы потратить на облагораживание своего интерьера, да, и как бы они там ходят и есть, и если даже туристы, то есть они как раз-таки вот те самые покупатели, которые часто бывают на ArtFinder. Я не говорю про синглы Art либо Satch, там все-таки аудитория немножко другая, вот, но тем не менее, что как бы это вполне платежно способно. А если еще на следующий раз уже с организаторами договориться и им там, знаешь, совсем быть уже таким коммерческим художником и принты вложить вместе со своей картиной, то шансов, что их купят, потому что это те деньги, которые люди тратят на ресторан. То есть, ну, стоимость небольшого принта, да, небольшого. Да, да. Поэтому вот это, ну, это надо уже с ними, то есть надо быть своим, то есть вот... Да, договариваться, вась-вась. Да, тихой сапой. Да, и еще, а вот такой у меня вопрос, я помню, что вот такие локальные выставки я очень много искала по группам в Фейсбуке, то есть, ну, безусловно, здесь необходимо там знание английского, да, без него, наверное, никак. Не знаю, скорее, языка, я думаю. Да, ну, либо, ну, то, что я в Великобритании чаще всегда смотрела, а я вот хотела понять, а на Фейсбуке есть такие выставки? То есть, они бывают, потому что очень часто бывает так, что там какой-то опен колл локальный, и его размещают там, типа, по дружеским каким-то связям, типа, ну, размести, пожалуйста, мы ищем художников на такую-то выставку, и вот они их размещают на Фейсбуке. Да, это может быть, ну, то, что я видела, то есть, те выставки, в которых я участвовала, их там чуть ли не кто-то действительно левая пятка размещал, из серии там, знаешь, то есть, я говорю, если бы я хотела поучаствовать, я вообще не поняла, но они, по крайней мере, есть, то есть, их можно по мероприятиям найти. То есть, если пойти по мероприятиям, то там часто они, ну, они могут быть. То есть, пройтись, например, по каким-то крупным городам и по мероприятиям посмотреть. Если у нас сейчас... Ну, опять же, вот эта осень, известно, как оно будет, пока что ещё не закрыто ничего, вот, но сейчас просто не показательно. Ну, у вас есть масочный режим сейчас? Он у вас пока остаётся? Ну, он у нас есть в помещениях, да. Ну, сейчас уже просто, сейчас дошло до того, что последнее обновление, что без прививки и теста ты не можешь к врачу пойти. То есть, сейчас они как бы подкручивают очень сильно, потому что хотят, чтобы люди вакцинировались. Поэтому и, ну, подкручивают, закрывают. А у нас все такие плачутся, что в России заставляют, а в Европе не заставляют. Это всё... Ну, может быть, знаешь, Европа условно вот эта, которая северная, то у них там из-за того, что в принципе население очень, хотела сказать, редко посаженное. Ну, они ответственные, раз, и, во-вторых, у них плотность населения невысокая. То есть, у них как бы, ну, вот как-то так. Ну, у них там совсем, да, это может отличаться, действительно. Вот. Но как бы сейчас они, то, что они показывают по статистике, это как бы ситуация, типа, хуже, чем октябрь прошлого года. А в октябре прошлого года нас уже полностью закрыли. Поэтому, да. Но в любом случае, говорится, чтобы не говорить об этом сильно долго, но про выставки, да, что вы всё равно, если сейчас начнёте, вы хоть бы на следующую весну с кем-то договорились. Да, да, абсолютно верно. Да, потому что не нужно думать, что вот я сейчас откладываю, ну, ладно, попозже. Вот она будет в ноябре, я им 15 октября напишу, да, то есть чтобы вот этого не было. То есть сейчас нужно планировать, что вы хотите делать весной. То есть именно за полгодика, как минимум, это всё начинать делать и искать, и в принципе они так все и делают. То есть как бы планирование как таковое. Вот. Аня, спасибо тебе большое, что ты поделилась, потому что эту тему я хотела рассказать давно. Даже не рассказать, а поговорить об этом. вот, и как бы вот видишь сам случай. Ну, да, мне интересно, ну, как у кого будет получаться, у тебя там уже будет, у тебя же аудитория большая, но мне кажется, это классная тема, ищите, двигайтесь, потому что мир сейчас становится более глобальный, и уже не надо зацикливаться на каких-то своих городах. Всё равно деньги придётся тратить, но надо смотреть, сколько и как. Ну, да, из расчёта вот здесь тоже важно, потому что многие начинающие художники, когда им там кто-то пишет письмо и говорит, вот за 50 евро мы вас выставим в онлайне, да, там бывают такие всякие призы, ещё что-то. И когда мне это спрашивают, я говорю, я это вообще просто в спам отправляю. Ну, как бы это реальный спам, когда... Слушай, а мне такого не пишут, я понять не могу. Это что значит? Это показатель чего? Это показатель художника в начале пути, я бы сказала, потому что любое внимание к тебе как художнику, когда ты только начал, оно тебе, оно говорит, типа, вау, они мне написали как художнику, понимаешь, это на этом играет. И мошенники же, они всегда идут к тем начинающим, потому что они пишут, вот я покупатель, я сейчас в море, хочу купить у тебя картину. То есть такая история. А они ещё идут по подписчикам, я просто как вижу, потому что я бываю, мне там, наверное, пять или шесть учеников консультаций моих, они как бы, чик, один написал, думаю, ну всё, сегодня ещё пять напишет. Аня, ты не знаешь, вот эта выставка, видно, они идут вот так по списку, вплоть до того, что подписчики, может, заходят, я не знаю. Я прям вижу, вот эта волна, знаешь, как бы нормально. Ну, да, есть такое. И я к тому, что моя идея была такая, что чтобы не было у вас ощущения, что чтобы выставиться, это всегда дорого, это не так. То есть есть те, которые выставляют для того, чтобы, как мы сказали, развлекать местное население, а есть те, кто хотят заработать. Вот, то есть у всех цели разные, и поэтому цена тоже значительно отличается. Аня, спасибо тебе большое. Дай тебе спасибо. Супер продаж. Сезон начинается? Да, в этом сезоне. Вот, всё, пока. Тебе тоже, пока-пока. Да, пока. Отключай.